Рожденный в степи, что между Молдовой и Украиной, окрыленный искусством, Юрий Александров, художник, последние годы которого прочно связаны со знаменитой Загорянкой, несколько лет назад покинул этот мир. Наследие – это его семья, пятеро детей, жена и, конечно, картины. Кстати, жена тоже художник, то есть понимает работы, созданные при жизни, ценность и живая память. Так, после потери мужа Елена Александрова, собрав работы, супруга не только живопись, графику, но и литературные материалы, организовала персональную выставку в стенах Щелковской художественной галереи. Я очень рада была показать творчество моего покойного мужа во всех красках. Мне хотелось именно дать такую ретроспективу от работ начала 70-х годов и до последней работы, которая датирована августом 2011-го, а в ноябре уже его не стало. В экспозиции представлены пейзажи, автопортреты, портреты в том числе семьи, натюрморты, портрет художника, учителя и друга Бориса Атарова. Безусловно, очень интересен библейский цикл. Он начал писать где-то в начале 2000-х годов. Как вы видели, работы очень такие объемные и интересные. Там есть над чем задуматься. Задуматься и еще раз вспомнить художника пришли его друзья и коллеги по цеху. Надо сказать, что талант художника в Юрии Александрове проснулся уже в сознательном возрасте. Кисть в руки он взял после долгих исканий и проб из физиков в лирике. Не иначе. Поступая в технические вузы, он с удовольствием погружался в мир точных наук. Но сердце тяготело к иному. Он был человеком, безусловно, ищущим. И начинал он вообще свою трудовую карьеру в 16 лет на космическом предприятии Королева, на цене Имаш. А потом были искания очень разнообразные. Проработал Юрий Егерем в Лосином острове. В поисках новых эмоций и знаний отправился на просторы севера. Увлекался поэзией. Сам литератором себя не считал, говорит Елена. Однако писал интересно и живо. При жизни у нас вышел всего один поэтический сборник под названием «Север». Он так назывался, поскольку в нем содержался венок санетов в север. Очень такая интересная форма, за которую немногие поэты берутся, венок санетов. Ну а уже после ухода Юрия Александровича я издала собственными стараниями его автобиографический роман «Жизнь художника». Вдохновляли художника не только поездки в разные уголки страны и мира, но и ставшие в последние годы жизни родными пейзажи Загорянки, ее природа, травы, воздух. Здесь, в Загорянке, на даче очень часто жил Борис Сергеевич Атаров. А поскольку Александров был ближайший ученик и ближайший географический ученик, то очень часто он играл роль наблюдателя за этой дачей, когда Бориса Сергеевича не было. И, соответственно, очень часто бывал там, когда Борис Сергеевич там жил. Поэтому более 30 лет у него связано с Щелковским районом. Познакомиться с творческим наследием Юрия Александрова можно до 14 августа в Щелковской художественной галерее.